нам надо поговорить о первом свидании сегодня пойдет речь михаил многие люди готовятся к первому свиданию очень серьезно правильно ли это если серьезно говорить то девчонки конечно убивается перед первым свиданием ходит легенда многие анекдоты по этому поводу рассказывают все ржут но девушка когда готовится к свиданию что эти рассказывает уже нас девушка ты можешь больше я все даже близко не представляю что вообще сколько часов что она с собой делает чувствуешь что-то делает послушай я к тому что правильно ли произвести впечатление на первом свидании ли нужно быть таким какой то есть ты знаешь тут такая фигня получается что нужно быть таким какой то есть я не встречал ни одного человека который ведет себя таки какой то есть и ночью просто не ходит на свидание есть такая шутка когда мужчина открывает женщин дверь машине знаешь два раза в жизни или женщина новая или машина новая так вот эти хочу сказать что конечно даже самые мужики которые типа мне вообще плевать да тоже готовится а почему все хотят произвести впечатление все хотят понравится знаешь как в таких случаях говорят помешка мы с тобой ревности говорили мы так сказали но в какой-то мере вот немножко ревности это нормально давай считают что в какой-то мере понравится на первом свидании это нормально вообще понравится не в какой-то мере мне кажется 90 процентов да но как психолог эти скажу когда человек из потребность нравится это уже не здоровая фигня это уже низкой самооценкой бла-бла-бла но когда он на свидание мы будем считать что вот в рамках свидания в контексте свидания его желание нравится не носят никакого характера патологическую не будем копать не будем умничать парить можно не самооценка низкой и так далее да идеально когда ты ведешь себя естественно но я не встречал людей которые говорят но что я могу сказать пью кафе работы нету документы потеряны и так дальше вы не говоришь нужно себя вести естественно максимально стараться как научиться расслабляться как научиться быть собой и не зависит действительно от мнения окружающих очень сложно и есть причина почему а давай вообще с этого начнем почему например и парням кстати очень часто даже больше чем девушкам очень тяжело дойти до этого первого свидания они очень переживают а потому что когда они были детьми они подходили к родителям как мам пишет мне мамкой иди отсюда то есть обламывали с самого детства потребность ребенка чем-то поделиться что-то рассказать искать суша отвали некогда не до тебя сейчас чё ты опять слышь чё ты хочешь вообще и когда они вырастают эти люди им даже сложно подойти искать девушка как вас зовут наш как правильно отвечает меня не зовут я сама еду мы сейчас не об этом то есть вот это вот первые проблемы которые возникают при первом свидании она напрямую это все должны знать связано с тем что ребенок с детства такой закрытой застенчивый ему тяжело было у доски отвечать ему тяжело было знакомиться дружить с кем-то потому что родители не давали его возможность нормально общаться они его обламывали и мы знаем миллиона вот и как такая красавица как тебе живется парни боятся подойти часто да ну бывает вот это те парни которых мать так отдавала вот сейчас они стоят стоят жмутся и не могут ничего сказать а женщина бесит да наш это за мужик до который вот это первая проблема девочки да девочки тоже переживают так по праве так сядут как преодолеть вот эта неуверенность в себе на мужчинам в первую очередь для этого надо знать одно волшебную вещь вот то что я сейчас скажу я думаю очень многим людям действительно в жизни поможет откроет глаза на правду если ты не понравился то дело не в том что ты прическу не доделал или ты глупо выглядишь или что-то с тобой не так а дело в том что это просто не похож на его маму а она не похожа на его отца но ты говорил в одной из недавних наших программ что не всегда вот так четко срабатывая утрирую понятно да я утрирую я утрирую мы не имею ввиду про копию мамы либидо либидо то есть то что людей привлекает друг другу и сексуально в частности а первое свидание как думают многие парни глупо про секс а на самом деле им ходить и ходить еще до секса до свидания это мы отдельно да это очень интересная тема некоторые так и не доходят уходят с дистанции просто на пол дороги так вот почему мы хотим понравиться потому что нам надо чтобы мы нас как бы полюбили нас приняли и так далее так вот я хочу сказать что причины по которой вот свидание прошло но не очень хорошо ты сидишь и чувствуешь что мужик и ахине интересен да он несет какую-то чушь ты должна его слушать как 90 процентов мужиков он все про себя любимого рассказывает или про деньги или про спорт по такой нехитрый набор вот ему как тоже и тебе как тоже хочется уже домой пойти так вот дорогой мужчина которому не повезло на свидание с марианной а дело не в том что ты чё-то с тобой не так а дело в том что ты не зацепила мариане ничего а что вот что у чего это что вот это не я ими и дохими что это законченный урод ты прямо бежишь за ним сломя голову а этот я сейчас прочитал какая-то была смешная передача давай поженимся где девчонка рассказывала а когда он меня бросил меня стал утешать джутлоу ну в англии дело происходит и гузеева этот урод вот этот урод с рыбьими глазами джутлоу да слово с мордой как у собаки да кому он нравится очень дебил вот как я что хочу сказать видимо у лариса гузеева и другие ассоциации и джутлоу ну никак не вписывается хотя мне на пиар нравится но а ларисе гузеева не нравится и она имеет на это полное право либидо это очень сложные настройки психологические родители играет там огромную роль и вот причина по которой я кстати сам тоже недавно этому научился раньше я тоже переживал если я девушки не понравился тебя отвергли я думаю что самое не так все такой урод что со мной а тупой я некрасивый я молодой слишком я слишком старый я слишком худой я был худой в свое время это сейчас такое был 46 размере 54 толстая не знаю что со мной не так я как и все люди убивался по этому поводу пытаясь придя домой найти ту причину во первых первые друзья мои а чуть а все любить должны что ли это что за бред такой кто тебе рассказал что тебя все должны любить выкинь эту чушь из головы тебя никто любить не должен второе ну ты просто не похож на ее отца но я сейчас вот искал я утрирую это мог как сказал леонов фильме дядя по материнской линии в общем ты не вызываешь а не ассоциации вот когда ты это понимаешь тебе не обидно понимаешь ты не убиваешься ты не рушишь свою самооценку как меня отвергли кто я теперь после этого потому что ты просто не и герои роман и кстати когда я достиг популярности ему поменялись женщины местами и уже девчонки стали за мной бегать я как вежливый психолог говорил извините но вы просто не похожи на мою маму вот ничего личного и это не обидно да потому что как бы чек красив хорош собой все при нем но вот не совпали мы лишь не совпали и здесь не бывает никаких как сказать ситуации до которых я должна корить да ничто не рушит твою самооценку хорошо вот вам повезло согласился он согласилась она первое свидание проходит о чем говорить как себя вести как выглядеть вот отсюда поподробнее знаешь есть реальные советы более того вот этот я рассказал в одной из программ что я вел психологию этику семейной жизни предмет советской школе и там было написано что если ты парень скотина с девушкой решил замутить ты придумай о чем с ней поговорить и еще придумай как и развлекать составь план сходи в зоопарк сходи в кино кофе попей в конце концов дебил не сиди так это чушь собачьи потому что это должно быть само собой не нужно планировать не нет 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 заради ты должен планировать куда вы пойдете ну конечно женщина просто бесятся когда мужчина пойдем куда нибудь или слушай а куда ты хочешь чтобы мы пошли я бы тоже убил за этот вопрос потому что женщина рассчитывать что мужчина знает куда он приглашает и это максимум а вот о чем вы будете говорить тут другая тема о чем говорить не надо то есть ты не продумываешь разговор ты продумаешь там где-то будешь помолчать например что очень всех пугает когда у нас на первое свидание я говорю слушать начнете я люблю думаешь псих он видит меня 20 минут он реально неадекватный и веса тебе даже не ты не может лажа получить удовольствие от признания то что не во первых не веришь еще вдруг мы только вчера познакомились вот две минуты телефон дала сегодня мы сидим когда это он любит меня второе не надо рассказать про все генетические заболевания сразу и про то кто из родственников сидел и кто умер от чего даже не украшает беседа то есть какие-то вещи интимные личные которые не следует вываливать на человека неподготовленного вас как бы не настолько близкие отношения что-то я тебя люблю жить без тебя не могу еще и замуж звал через полчаса от начала свидания и ты рассказал какие-то подробности своей жизни который ты принципе не каждого вообще рассказал деньги надо говорить можно говорить про деньги что вот у хорошо что-то я не знаю что нибудь ты знаешь вот когда я смотрю американское кино про знакомство они четко говорят чем ты занимаешься и там не то что про деньги напрямую там через этот вопрос ты понимаешь какой человек она хоть статус да а где статус там собственно или где-то живешь и так далее и я хочу сказать что я считаю что это неуместно потому что на бытопер говорят мужчины женщина говорящий про деньги еще не встречал она может спросить от просить может сама рассказать не мой но бывает что мужчина не спрашивает а он как-то ну как тебе сказать и говорит об этом и вам еще и показывает через часы через машину даже через ресторан и так далее я считаю что это как бы сказали в старом свете не old money это люди которые вчера заработали деньги прям не знают как еще про них рассказать потому что те которые уже не в первом поколении с деньгами они себя так не ведут и женщины которые интересуются статусом мужчины просто так на трусы посмотрит вопросов не будет который уже на первом свидании я шучу но на том что хотя бы поверх на ботинке а так когда конечно этого и это я считаю невоспитанность с обоих сторон женской когда она спрашивает и поскольку зарабатываешь и мужской когда он рассказывает что он все он не говорит сколько зарабатывает он все может позволить а у меня вот это есть наш мир напоминает 5 класс школы типа у меня папа генерала мощь я придет его убьет вот это вот такой же разговор есть какой-то идеальный сценарий первого свидания да как человек который очень много ходил на свидание в своей жизни я могу сказать когда тебе комфортно всю дорогу когда вот я считаю что это очень много когда вы ни разу другу не перебили когда вот так разговаривает я это само получается к этому точно подготовиться нельзя потому что даже вот в этой притом надо иметь терпение все же понимает но что первое свидание что-то от него ждешь она 1 до людей все что-то на работа вышла первый день ну что у тебя прям кого-то здесь сто лет работаешь нет конечно так и со свиданием но тем не менее вот очень ценно когда вам вместе интересно комфортно и вы как-то говорите немножко в унисон мы как-то у вас получается не каждый там перебивает и свои несет и этому нельзя научиться это не за уроков ораторского искусства и это из называемой внутренней симпатии друг другу да когда ты чувствуешь и тебе хорошо человеку это кстати еще ни о чем не говорит это не является будете прекрасными друзьями потом до вариантов там много вариантов много но без этого продолжать 2 свидание я бы не стал то есть если тебя напряг если ты это все неинтересно скучно там и что получается там очень многие люди продолжают вот по каким причинам мужчины потому что по хочет постели затащить ему уже не нужно но он будет продолжать ходить на свидание ему нужно галочку поставить а женщина потому что ей от надо отказывается принимать вот это что и отвергли она будет дальше ходить на свидание хотя этот мужики не нравится что она как бы желанна что она востребована вот из этих соображений а не потому что они оба хотят на что нужно обращать внимание при первом свидании вот что как понять твой человек или не твой если на сердце вот пока не очень на подсказанную честно говоря что понять твой или не твой это не первое свидание уже хотя бы это жить вместе хотя бы твой или не твой это даже не не встречаться это реальность и сколько что понять твой лентин ну хотя бы полгода пожить до значит твой не твой я считаю что первый критерий которым я уже сказал это состояние просто вот комфорта и блаженство ты просто от реально получаешь удовольствие от того что все происходит от того как вы разговариваете от того что ты на человека смотришь он тебе нравится тебя ничего не напрягает не раздражает не раздражает да вот все равно куда вы при этом идете в ресторане вы сидите или куда-то вы поехали но считается что первый раз лучше в себе чем ходить да хотя когда тебе 18 лет никто из сторон не ходит все гуляет с вами но люди постарше они уже лет я имею ввиду что может быть обратить внимание как он разговаривает с официантами или как она я не знаю отвечает там таксиста условно ты знаешь да значит за этим стоит агрессии за этим стоит стервозность например мужчина который хамит официанту он будет с тобой также все агрессивно женщина которая вот меня было я помню лет 30 назад как подруга которые мы сели она посидела сказала а дать сюда пойдем мы сели в другое место она позвать сагадала еще второй этаж есть да а партия на вторую через полчаса думал что я и убью и мне было желание как соскочить со свидания с этого вот но такая она и оказалась по жизни мужчины которые хамят официанту они агрессивные ну то есть это не дело не в официанте это просто официант существует как бы или материально от него зависим он на нем отыгрывается а завтра будет на женщине конечно же отыграться да но такие вещи можно обращать внимание ну какой-то быдлость какая-то невоспитанность я не знаю но есть какие-то проявления но они делают твой вечер уже некомфортным бывает такое что вот первое свидание как-то комом но по каким-то причинам произошло 2 и вот там уже все налаживается и как по масло редко то есть по первое первое ты знаешь показатель эти хочу сказать чек можно как угодно ввести он буквально сканируется почему дело в том что поведение это некий рисунок да но как-то разговариваешь как ты сидишь и так дальше но за этим стоит то что другой считывает бессознательно это нельзя не поделать ничего вот обрати внимание что хорошие большие режиссеры всегда правильно выбирает актеров например есть такая актриса которая не очень люблю который называется наталья портман она во всех фильмах рыдает она не в одном фильме даже не улыбается а такая но ищи рыдающий актриса всю дорогу вот и режиссер мне это увидел понимаешь и она всю дорогу играет и так сама а есть какие-то люди совершенно другого амплуа и вот как-то себя не веди у тебя это будет вылезать если ты нудной ты будешь нудным ты можешь выстраивать речь можешь красивый но женщина будет зевать если мужчина на первом свидании напился прям совсем напился ну да у меня была такая история когда я пришел свою жену знакомить с родителями но она еще не жена была еще была девочка вот и она пришла и очень раздерничалась и выпила бутылку коньяка и упала под стол ловите конечно шок от такого вот начало или например у моей дочери когда она была в армии был парень какой-то и я габель я хочу с парнем познакомить это же всегда неправда с родителями тоже смешно и я какой-то ресторан взяла его нету и он опознал почти на час вот я говорю наркоман какой-нибудь но она так умолчала и сказал да нет вдруг он пришел скоба за наркотики забрать палец тоже дальше не попасть хотя потом было все хорошо я знаю реальную историю когда парень напился на первом свидании но потом они поженились и у них все хорошо добывают люди сяной вот что можно простить и понять это когда на первом свидании нервы нервы подаша всех психовать начинает он настолько особенно люди которые очень имели авторитарных матерей до или отцов они избыточные значения продают этому свиданию они реально нервничают вместо того чтобы прийти получить удовольствие да ну как будто ты пришла я не знаю на какой-то концерт симфонической музыки да расслабься сволочь уже сядь полос нет прямо вот так все и также на свидание за счет то что ты гипертрофирована а уделяешь этому большее значение да ну например это не свидание а это мой будущий муж например да ты реально наверно почте можно напиться парень который бегал за этой девчонкой наконец она согласилась для него вот этот момент вообще про жизнь и смерти он пришел уже поддатый то что он боится что сейчас вообще не сможет разговаривать до бывает после этого все нормально но если он себе обычный ведет и это обычно тебя раздражает это просто не твой пускай человек теперь вопрос ради которого я думаю многие зрители досмотрели до этого момента нашу программу первое свидание и секс секс на первом свидании плюсы и минусы но на свидание на самом на первом секс сложное в ресторане сиди люди кругом а после без учетом что я хочу сказать в моем понимании но я же мужчина конечно еще мужчина так будет рассуждать скажет ряда нет нет на первом ни за что до занимает я не так не скажу конечно и не так плохо воспитывал я считаю что женщина мышь про женщину говорим мужчине не нужно объяснять передачи когда ему сексом заниматься и фу когда дадут возможность он ее использует то что касается женщин то я считаю что женщина может заняться сексом тогда когда она хочет а первое свидание или двадцатая разницы нету дальше я свою дежурную шутку припас что если она будет считать что это неправильно то дальше все придется в то что она просто бесплатно десять раз поужинает а дальше произойдет то что могло и на первом свидании что именно если а у вас все хорошо в сексе вы его продолжите есть и плохо то можно было с первого раза дальше времени терять а вы еще десять раз ходили почему теперь переходим другой теме а ты говоришь как-то себя чувствует как-то кого воспринимает на первом свидании а представь себе что прекрасно мы друг другу воспринимаем а в постели не как вот пожалуйста но многие женщины считают что я такая нелегкодоступная если я сразу на первом свидании начну что она во мне подумает у меня был очень интересный в жизни случай я хочу сказать когда я переспал с девушкой на первом свидании потом встал надел штаны искал давать перси сначала начнем знаешь почему она мне понравилась но чисто по-человечески я понял что это вообще ни о чем потому что заниматься сексом совершенно незнакомым гражданином ну как но секса секс да там нет ничего личного там нет никаких эмоций ты чек и не знаешь да а так как я захотел с ней продолжать отношения я вдруг понял что я сам поторопился это я думаю один раз шесть не такое бывает у мужчин когда он как бы разруливает обратно до с я с ней больше сексом какое-то время не занимался вообще я с ней гулял общался ужинал и вот когда уже какие-то стали близкие отношения тогда все стало нормально и наверное это правильно почему потому что когда ты занимаешься сексом на первом свидании ты с кем занимаешься ты же не знаешь его да это просто просто секс это просто я бы сказал тупой секс который то обычно люди в клубе там нет но если они понравились друг другу сушить у нас так мир устроишь и там все очень предопределенного такой секс бывает в клубе покурили травы и выпили да и это как говорится на одну ночь а когда у тебя в свидании предполагается что ты что-то долгоиграющий ведь имеешь ввиду правильно это свидание это не типа привет как тебя зовут пойдем отсюда здесь шумно нет это как раз первое начало каких-то отношений вот у меня был один раз жизни когда я понял что я поторопился что нет общение интересно даже а мне хочется человеком какие-то иметь отношения вот я завязал с этим редкий случай мужчина обычно не отказывается ну да и потом конечно все по-другому стало тоже потом какие-то чувства возникает это это уже совсем другой секс это дает другой секс и другие отношения другой история поэтому я не думаю что правильно объективно заниматься сексом на первом свидании но если вам прям так приспичило так захотелось не проблема дорогие женщины вы не думаете что от этого мужчины будут вам хуже относиться мужчина к вам будут не ткани а если будут хуже то это дебил закомплексованный вам всем реально делать нечего потому что наш как насчет разговаривать но чё-то со всеми тогда она ему не только с тобой понимаешь какое дело да у меня 1 я так нет я вообще не такая но ты мне так понравился но зачем эти тупые разговоры поэтому я одно могу понять если вас прямо безудержно тянет друг друга совет да любовь если мужчине нужно обязательно поставить галочку что он не зря потратил деньги на ужин второе свидание не будет просто теперь давай про второе свидание поговорим какая связь между сексом на первом и следующем свидании рассказываю если у вас в постели все было хорошо что очень не часто бывает на первом свидании потому что а в реальной жизни для того чтобы в сексе все было хорошо тоже нужно какое-то время нужно там понимать чувство человека и так дальше а на первом свидании ну это лотерей какая-то можно понравится может не понравится и ой что я наслушался от пациентов например вот девушка рассказывать первое свидание парень ей понравился это я и свои уже практики экологической вот да и вдруг во время секса он берет ударяет я по голове зачем она это распространяющий дебил что ли а это ты не любишь сада маза говорят слушай ты чей порнохи пересмотрел ты хотя бы сказать нет дебил не люблю и особенно с тобой оделась и ушла почему так все они ведут даже любители сада маза по голове никого не бьют на ровном месте обычно об этом как-то договариваются хотя бы сначала вот короче таких историй много слышу как все люди не но неправильно повели на первом свидании и это уже испортили так дальше не будет притом люди может быть нормально это за счет странного поведения а ты знаешь многие люди они вертикально такие а горизонтально вообще полной психи да расскажи поподробнее но вот эти бдсм всякие то много вариантов и ты по них же не поднип не подумаешь сколько например в кино любит такую тему эксплуатировать большой начальник который любит быть у них сватер медологи то верхний нижний неважно который хочет быть подчинение там какая-то госпожа но ты правильно говоришь об этом уже как-то договариваются ну да это какие-то люди что это такое на ровном месте поэтому обломать можно в любой момент я считаю что люди должны реально хотите ну каких-то сексуальных отношений а не потому что надо отметиться или они такие передовые мы без комплексов бывает нормально бывает не очень это лотерея вообще висит а вот понимаешь вести себя естественно туда и секс тоже входит теперь что будет дальше прежде будь второе свидание не обязательно а дело в том что когда у вас все хорошо в постели то будет второе свидание а когда все плохо в постели то не будет второго свидания у меня возникает вопрос это же можно было на первом свидании понять полгода-то ждать-то мариновать парня ну подожди но может быть она там как-то вот ты же говоришь когда ты говорил пример про девушку и то что ты отказался от цена да это время как раз чувство родятся пройдет там 10 свиданий у женщины же не с первого взгляда может быть чувство они окрепно вот я вот тут-то правило абсолютно говоришь дорогие мужчины надо иметь ввиду что есть некоторая разница в отношении с женщинами я честно скажу и мне по мужски это иногда бывало обидно у женщин с мужчинами по-разному вот не будем друг другу врать глядя в глаза у женщин не так и так тоже бывает у женщин и почти у каждой женщины в жизни был такой момент когда она мужчину захотела сразу как увидела просто это не ты был от другой вопрос или а надо долго это самое мариновать и вообще понимать пока тебя захотят другой вопрос но не так было но большинстве случаев до когда у женщины крыши не съезжая через пять минут после здрасте женщине конечно нужно время женщина немножко по-другому устроена в чем разница да у мужчин секс очень часто ассоциируется ни с чем с абстракцией просто хочет секса женщина особенно когда перед ней реальный человек она хочет конкретного человека и в этом очень большая разница в подходе а есть чтобы этого человека захотеть дело в том что многие женщины они ну как тебе сказать не то что опасливо да но у них есть некая тревожность в отношении незнакомых людей что она же да абсолютно это как сказать это охранные функции и психики она может жива дать спор по этой причине это защищает ее от глупостей у мужчин нет этого так как мужчина доминирует в сексе у него вряд ли будет какая-то проблема что он боится например а женщина боится почему она боится во первых потому что она не вчера родилась и многие женщины проходят через секс хораскет о чем мы с тобой говорили него до успешно разговаривали и женщина говорит стоп 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 подожди и ей для того чтобы почувствовать себя комфортно нужно иметь мужчине доверие доверие у меня вопрос а сперва а какое доверие на первом свидании никакого при этом мужчина очень четко это нос улавливает и пытается так разговаривать чтобы вызвать доверие вот я тут живу вот я тут работают это мои друзья то есть такой знаешь социально адаптированный парень а не то что а кто ты я бы не хотел бы а фамилия давай не сейчас а ты где живешь это не принципиально вопрос а у тебя все прописка есть а те только прописка интересует твое что это какой-то чувачок вообще стремный может вообще с вокзала понимаешь а если ты хочешь чтобы женщину как бы расслабить и чтобы она тебя не боялась ты начинаешь социальную чушь доверие наверное это вообще самое важное вот я и спрашиваю как понять что вот ему можно доверять или ну кроме очевидных вещей которые это перечислил ты знаешь а это же чувство мы доверие же не рационализируем она не думает что от нее ничего плохого не будет она чувствует это то есть в каком-то смысле и и расслабление в постели иметь прямое отношение к тому что вообще может с ним расслабиться и тут у меня тоже вопрос возникает а как женщина голая расслабиться с незнакомым мужиком и тоже интересно вот они снова выпьет но если только много выпьет хотя я обратил внимание так как я давно живу что ровно половина женщин когда много выпьет они гораздо больше контролирует себя гораздо больше чем призвы так вот я хочу сказать что вот давайте встанем вот я пытаюсь своими мужским мозгами влезть женскую голову конечно как она может расслабиться а когда на этом мужика вообще полчаса видит да вот чё бы и расслабиться и тогда как бы ты секс такой непонятный получается поэтому наверное и в большинстве случаев первое свидание это не самое лучшее время для секса посидите так пока а когда самое лучшее как психбольницы построили бассейн и поставили вышку и говорят в воду на ленка на прыгать научитесь вот давайте пока так посидим потом а вот когда самое лучшее время для секса считается с когда когда ты чувствуешь что уже достали все эти беседы это еда эти правило это месяц два-три полгода это индивидуально это индивидуально то что уже месяца три и дальше это ненормально вообще в среднем по больнице температура такая около двух месяцев но от месяца до двух скажем так и вот и большинство людей но это еще от возраста зависит это постарше как ни странно у них срок дольше да да но потому что они уже пожили и им хочется все-таки не ошибиться лучше понять и терять время а молодежь на и так безбашенная они долго временно это не теряет вот я считаю от месяца до двух нормально или со свиданиями мерить да это может быть там четвертое-седьмое свидание где-то так ну да месяц и вас люди заняты они раз в неделю встречаются да смотри первое свидание прошло секса не было все вроде бы хорошо не перезвонил что делать перезванивать самой знаешь какое дело по идее если ты здоровая женщина ты жальными и женщина спрашиваешь правильно хотя и женщина может не перезвонить то а ты хочешь да звони сама хочет звони сама но если ты звонишь и не получаешь ожидаемого ответа а говоришь но слушай у меня там много дел много раба ну как тут будешь не хавяда тот лучше дальше на это время не теряй тогда смысл звонить вот я сейчас объясню у человека может объективное обстоятельство объективное вот чека послали в командировку он живая отпустил это самое дело что хочу сказать что в моем психологически здоровым мире есть такая история которая на лекциях вызывает бурный смех когда девушка здоровая и парень не перезвонил там после секса того же да она горюет конечно она может поплакать она даже может попереживать не вилла на этом все парни больше нет а у невротички это начало большой любви а почему-то мне не позвонил а что тебе не понравилось вообще как-то со мной обращаешься желает народа не вид сопровождать выяснениями отношениями грустью алкоголем и тортиком полный набор да вот чем невротички отличается от здоровых что здоровые тоже это неприятно конечно они все живые люди но она дальше живет понимаешь она не циклится на этом а невротичка считает что это парень ее мечты слушай а вот о чем это говорит вот если он ее пригласил на первое свидание значит она теоретически похожи на его маму и в принципе она ему понравилась но что-то пошло не так про и здесь уже есть повод а так себе в себе покопаться так нет повода нету расстроиться нет повода расстроиться то есть по-любому будешь расстраиваться на него вот чем я никогда считаю что здорово чек выруду лезть в голову другому человеку почему это же не уверенность к это начинаешь думать что не так ваш тем не может делать не надо было говорить вот этого или там неправильная не надо этого ничего но просто нет и нет пошли дальше вот вот у меня ребенок в ней такая особенность есть это очень вел кстати бывает я думал что ребенок израильский у нее никогда не было просто отношения ли про секса или отношения вообще ничего но один раз а такая девка уверенная в себе ликвид парень понравился и она не получила начать ответной реакции и она поплакала эта неделя продолжалась сама сама это обсуждала что она переживает и она сказал я бы не надо психологу и почему это очень интересно она поняла в какой-то момент но и я и тоже помог объяснив что дело не в том что она парня не нравится то что она переживает и то что вообще кому-то не понравилось это для нее проблема и она пошла к психологу и с тех пор не никогда не было ситуации потому что люди сильные внутренне уверенная да они расстроятся но и не будут искать себе причину они лучше скажут сам дурак это всегда будет здоровой позиции то 6 ты будешь думать что со мной не так ты тут же проиграешь ли ты все равно будешь думать что со мной не так здесь уже хочется этого или нет как марианна ну думай неделю недели это максимум а люди же бывают знаешь как западает что-то а что может быть давай вот подумаем можешь перечислить что может быть почему он может не перезвонить обманчивое первое впечатление это нам был ван то есть ты думал что это мама это оказалось не мама то есть ты внешне подошел к этому да стали вообщаться друзья мои вы только пожалуйста поймите это шутка про маму тут вот дело в каких-то ассоциациях они в маме каждого свои да потом начали разговаривать не то дальше но бывает например такие вещи я однажды сидел 30 лет назад в ночном клубе с менеджером этого клуба она говорит смотри какой ангел и сидит такая девочка так ощущение что только что из школы или 20 например да реально такая ангелочек натуральный и и с косичками и такая юбочка а как потом выяснилось она на самом деле не спала на просто в дупе люпилась и когда открыла глаза там такой мат пошел она какой-то подругу взвала на сказал сука ты где его вот так вот сидели вот представьте вот такое первое свидание вот такой вроде ангелочек а как рот открыла прям сливай воду или мужчина такой да такой весь из себя мужчина а начинает говорить но какой-то колхоз понимаешь бывает же такое бываю но это же перед первым свиданием мне кажется понятно нет это бывает понятно именно свидания дальше или какие-то отрывистые разговоры в начале там по телефону выйти это договор а когда уже встречаетесь все это вываливается второе в какой-то момент ты чувствовал потребность вообще в отношениях а потом перестала чувствовать надо еще иметь ввиду что люди социальные существа откуда вообще эти свидания все берутся людей есть потребность не быть одним понимаешь биологические потребны она это пропало то устало ты не хочешь больше общаться не знаю я не думаю что именно глупость какая-то в поведении или в разговоре может заставить тебя больше не ходить я думаю что у тебя разочарование происходит процессе общения ты общаешься разочарование понимаешь что но не мое в общем да